Продолжение следует... Теперь вы будете добывать 5 тонн, а другую половину кому-то отдадим. Этот, казалось бы, узкопрофильный законопроект создавался в обстановке необъяснимой секретности. О его публикации предшествовала массированная пиар-компания на ведущих телеканалах, направленная на дискредитацию рыбаков. Вернуть рынок рыбопродуктов в чистую воду, навести порядок в отрасли должны изменения в системе квот. По словам экспертов, аукционный принцип приведет новых участников, желающих рыбное хозяйство не потопить, а вывести во флагманы экономики. У нас нет ни краба, ни денег от его продажи. А вот у этих, у этих нескольких семей, у них все есть. Минэкономразвитие дало на законопроект отрицательное заключение, подчеркнув непросчитанные последствия для регионов и отрасли. Счетная палата указала, что он направлен в Думу с нарушением регламента и не проверен на коррупциогенность. Практически идет развал отрасли, потому что сейчас вот хапнут деньги, как я говорю, прямым текстом, да. А как там потом, ну посмотрим. Профильный комитет Совета Федерации абсолютным большинством признал, что данный законопроект необходимо согласовать с регионами, чего сделано не было. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. С 2005 года по настоящее время было внесено в федеральный закон о рыболовстве 72 поправки. И все они до этого момента направлялись на согласование, на рассмотрение в регионы. И только сейчас почему-то, в какой-то исключительный случай, это не сделали. Практически все предприятия рыбопромышленной отрасли высказались категорически против нового закона, настаивая, что он приведет к разрушению преуспевающей отрасли и неминуемому банкротству предприятий. Будущее тумана, перспектив никаких. Как бы у всех жены, семьи, народ уже переживает, не знает, что будет. Губернаторы направляли письма в Кремль с просьбами не допустить принятия законопроекта. Против выступил и РСПП. Но мнение всех их было проигнорировано. Рыболовы собирали форумы, принимали резолюции, обсуждали, пытались пробиться. К ним вообще никто не ходил. Когда представители хотя бы бизнеса пришли на заседание комиссии правительства по законодательным инициативам, вы знаете, их оттуда выгнали пинками. Шохина оттуда выгнали. Шохина! Данный законопроект фактически перестраивает сложившуюся за 15 лет структуру отрасли. Правительство настаивает на отказе от исторического принципа распределения квот на вылов водных биоресурсов и возврате к аукционам. Мы это проходили в начале нулевых. Тогда тоже решили, что вот надо бы сделать по-рыночному. У нас ввели аукционы. И я в это время работал помощником премьер-министра. И я видел, как за это время уничтожили отрасль. Развилось колоссальное браконьерство. Кроме колоссального браконьерства, не санкционированный, неконтролируемый экспорт и крабов, и рыбной продукции. Резко упала прибыльность предприятий. Все практически предприятия были загнуты в такую экономическую кабалу, из которой потом выпутывались десятилетия. В абсолютном большинстве стран с развитой рыбодобывающей отраслью – Норвегии, Исландии, Дании, Голландии, США, Канаде, Австралии, Индии – распределение квот на добычу водных биоресурсов осуществляется преимущественно по историческому принципу. Квоты на длительный срок закрепляются за компаниями с устоявшейся историей ведения рыбного промысла и с учетом объема вылова за последние несколько лет. Вход новых игроков в рыбный бизнес нигде не приветствуется и даже ограничивается. Именно на историческом принципе основано и наше законодательство о рыболовстве, действующее с 2004 года. Мы изучили законодательство всех стран. Мы изучили американское, мы изучили норвежское, мы изучили исландское. Исландцы – лучшие рыбаки в мире. И нам, мне лично, министр рыболовства Исландии, говорил, Андрей, у вас теперь самое совершенное законодательство в мире. И суть этой системы, что на основании исторических ваших уловов вы получаете свою долю квот. Во-первых, здесь не может прилипнуть никакая чиновничья рука и сказать вам, я тебе квоту дам, а ты мне позолоти ручку. Именно исторический принцип позволил отрасли не только выйти из тупика, но и добиться устойчивого развития и прироста добычи биоресурсов на 10-15% в год. Сейчас отрасль на подъеме, и мы видим это на прилавках магазинов. Строятся новые рыболовецкие суда. Перерабатывающие предприятия в регионах зарплата рыбаков превышает среднюю по стране. В августе 2018-го, исполняя решение Госсовета от 19 октября 2015 года, правительство поручило Росрыболовству перезаключить с рыбопромысловыми предприятиями договоры на вылов водных биоресурсов, включая крабов, еще на 15 лет, до 2034 года. Таким образом, подтвердив приверженность историческому принципу, подписав договоры с государством и получив квоты, рыбаки, вдохновленные долгосрочной перспективой, взяли займы на развитие бизнеса и модернизацию флота. И вдруг в феврале 2019-го правительство заявляет, мы меняем правила игры, половину квот на краба забираем назад, а вместо исторического принципа распределения вводим аукционы. Создадут с крабом прецедента и пойдут дальше и на треску, на пикшу, на ментай, и это уже не скрывается, это уже везде обсуждается. Понятно, любое возможное изъятие квот для добычи для существующих компаний, конечно, оно всегда для них складывается неблагоприятно. По сути дела, им придется сейчас на аукционах также участвовать для того, чтобы получить ресурс, а это, конечно же, потребует дополнительных инвестиций и привлечения финансовых средств. Но для государства, конечно, есть и положительные в этом моменты, потому что будет получен дополнительный доход в федеральный бюджет. Мы его по-различному оцениваем, но порядка 80 миллиардов рублей. Денег этих никто не видел, но 82 миллиарда от будущих крабовых аукционов уже заложены в федеральный бюджет 2019-2020 годов. Я думаю, что в масштабах экономики эта сумма незначительна, и, наверное, ее можно было взять в течение продолжительного времени из крабового сегмента, но другими способами. Налоги, ставка сбора, какие-то прочие моменты. В федеральном бюджете на 1 марта этого года лежит без движения более 10,3 триллионов рублей. Вы уничтожаете отрасль, вы развиваете контрабанду, вы создаете очаг социальной напряженности и очаг криминала на ровном месте ради того, что федеральному бюджету не нужно. Можно одномоментно получить большие деньги и загнать предприятие в такой финансово-экономический тупик, из которого предприятия просто не выберутся. Рыбаки предложили правительству иной способ пополнения бюджета, например, повысить плату за пользование водными биоресурсами. Такое повышение позволило бы получать ежегодно в виде ставки сбора от краболовного промысла около 5-5,5 миллиардов рублей. Какая другая отрасль просит у правительства, увеличьте нам налоги, к примеру, ставку сбора за ВБ. А рыбаки просят, да. Не отбирайте бизнес, не надо отбирать бизнес, увеличьте ставку. Тишина. Правительство не слышит. Более того, в законопроект оно вносит невиданный доселе способ отъема денег. Продажу с аукциона инвестиционных квот. Что самое важное, что это не будут квоты, которые были до этого. Это будут квоты с инвестиционными обязательствами. То есть участник аукциона должен будет, в течение определенного количества времени, мы сейчас обсуждаем, 3 или 4 года, построить судно на отечественных верфях для выловок рада. Возможно, глава Росрыболовства не в курсе, но за последние годы рыбаки построили и строят десятки судов. Сейчас только северо-западная рыболовецкая компания спустила на воду два новых корабля и заключила контракты с Выборгским судостроительным заводом на строительство еще шести судов-краболовов общей стоимостью более 300 миллионов долларов. Но теперь этот проект заморожен. Я начал строить первый новый корабль в 2000 году. Строил раньше в Голландии, потом строил в Хорватии. В настоящий момент у нас строится 4 новых 70-метровых супертраулера на ленинградском заводе «Пелла». Вот прошедшую субботу головное судно под красивым названием «Андромеда» выкачено из эллинга. Вслед за «Андромедой» на воду будет спущен кастер, следующее судно. Но будет ли теперь в новых условиях капитан дальнего плавания, глава компании «Мурман-Сельдь-2» строить корабли? Где взять деньги для участия в аукционе, чтобы купить квоты, если мы ввязались и повязаны кредитными соглашениями со Сбербанком именно для строительства судов? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Из заключения Минэкономразвития. 80% представителей рыбной отрасли оценили свою готовность участия в аукционах как крайне низкую. Большая часть инвестиционных и социальных проектов будет свернута. Любая работа в сфере добычи рыбы и инвестирования в судостроение – это долгосрочный проект. И вложиться нужно будет с пониманием периода купаемости, ну, минимум 7 лет. А так, я считаю, 10-15 лет. И, конечно, допускать здесь каких-то вот таких люфтов, когда мы выходим за договоренности, просто неприлично. Утвержденной правительством дорожной карте по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации на 2018-2020 годы указана цель законопроекта – переход на рынок новых участников. Скорее всего, принятие этого законопроекта приведет к укропнению, к появлению больших крупных игроков, и, следовательно, уровень конкуренции в отрасли только снизится. А вот придут новые игроки. Я хочу сказать, что рыбная промышленность – это не биржа и не казино. Это очень специфическая отрасль промышленности, которая связана и с безопасностью мореплавания, и с безопасностью жизни людей. И если придут люди, которые считают себя игроками, им не место в рыбной промышленности. На мой взгляд, это просто передел рынка в интересах узкого круга лиц. Вот и всё. Появилась группа людей с огромным финансовым избытком, которые в силу санкций против России ограничены в реализации своих финансовых средств за территорию России. И эти средства саккумулированы, и бедолажки не знают, куда их приложить. Так кто же эти новые игроки, ради которых на карту ставится судьба целой отрасли и всех прибрежных пограничных регионов России? Инициатором всего этого кошмара является фирма, по-моему, русская промышленная компания. В 2017 году они приобрели на аукционе квоты Краба за достаточно внушительную сумму в 10 миллиардов рублей. Да, они два года ловили 17-е, и в 18-м они добыли 65%. Это говорит об эффективности этой компании. И если вдруг вот придут такие компании, которые купят 50% и не смогут это все дело осваивать, как быть? В заключении Минэкономразвития сказано, что в ходе предварительных обсуждений высказались практически все рыбопромысловые предприятия. Поддержали законопроект только ООО «Русская рыбопромышленная компания» и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота. В эту ассоциацию входят 6 предприятий все той же «Русской рыбопромышленной компанией». И самое, хочу сказать, интересно, такими шагами, как у нас сейчас двигается наш законодатель, я не удивлюсь, что после вот этих аукционов, явно, что не наши выиграют, у нас через два года появится исторический принцип. Вы знаете, опыт оказался неудачным, и вот кто сегодня владеет исторический принцип? Однозначно. Порасчитывал ли кто-нибудь последствия от принятия этого закона? Нет. Долгосрочных социально-экономических последствий как для отрасли в целом, так и для регионов прибрежных нет. В пояснительной записке к законопроекту такие расчеты отсутствуют. По данным Минэкономразвития, совокупные экономические потери хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов в период до 2022 года составит 250 миллиардов рублей. Понятно, что если у компании изымут 50% основного производственного ресурса, ей просто некуда будет деваться, она будет вынуждена сократить половину своих людей. Можно сказать, что фактически все старые рыбаки, тем более те, которые пошли в инвестиции, строят сюда, они могут стать банкротами. Те рыбаки, у которых эти квоты по историческому принципу, те же колхозы, допустим, камчатские, они не смогут в этой игре участвовать? Не смогут. И, следовательно, они эти 50% потеряют. Если их потеряют, значит, люди потеряют рабочие места. Власти на местах прогнозируют обнищание регионов и отток населения. Сейчас, если люди останутся без работы, что им здесь на Крайнем Севере делать? На Камчатке что им делать? Произойдет дальнейшее ухудшение экономического положения Бурманской области. Один моряк, работающий в море, обеспечивает работой на берегу порядка 7-8 человек. У всех семьи, у всех дети, у всех какие-то планы, ипотеки и так далее, и так далее, и так далее. Это, грубо говоря, 50% квоты, 50% народа, грубо говоря, на выход. Не будет квот, не будет работы. Не будет работы, не будет существования семьи. Надо будет где-то думать, искать. Поэтому надо идти навстречу любакам обязательно. Зарплату-то застойно. Но, я говорю, вот, если сейчас у нас квоты, как бы, будет гораздо меньше квот, то, естественно, это ударит по нашему карману. Естественно, это ударит по семье. 28 января от Мурманска до Владивостока 250 рыболовецких кораблей провели акцию ГУДОК. Они надеялись, что в Москве их услышат. Соразмерна ли цена, которую может заплатить наше общество и государство за непродуманную, поспешную реформу? Определять депутатам. Очень рассчитываю, что в рамках всех тех процедур, которые сейчас и проходят в Госдуме, и рассматриваются на различных площадках, принципы, которые были определены на президиуме Государственного Совета, сохраняя исторический принцип распределения, будут подтверждены. Редактор субтитров А.Семкин